Привет, друзья! Подписчики мои! У нас сегодня на обзоре что? А это Bayblade Burst Rise, новейшая арена от компании Hasbro Hypersphere. И это версия Bayblade в 4.0! А прислали мне ребята из компании Hasbro, которые, друзья мои, устраивают грандиозный турнир по Bayblade в центральном детском магазине прямо в центре Москвы 25 января. Друзья, все подробности будут по ссылочке В описании к этому ролику Переходи к ребятам в группу, оставляй свою заявку На участие и приходи Там будут тебя ждать я, там будут разные веселые Квесты, много всего интересного Бро, 25 января Центральный детский магазин Магазин на Лубяночке Вся информация по ссылочке и описании к этому ролику Бро, переходи там, вся информация Самое главное, оставь заявку и прими участие В турнире и там в призах Просто новейшая линейка 4-0 Эта же арена будет тоже там разыгрываться Много всего интересного, плюс там Призы за выполнение квестов И много всего целый день Там-то будет толпа блейдеров просто с ума сойти Я сам в шоке, я там буду, друзья, целый день Мы сами посражаемся, пофоткаемся Побатнемся, поэтому, бро, приходи Будет весело и круто Я тебе это лично гарантирую Ну и плюс этих Этих наборов даже еще нету Вообще продажи И там будет эксклюзивная презентация Новинки серии 4-0 от компании Hasbro Где я тоже буду принимать участие Вот, и это просто супер Вообще пушка-гонка У тебя есть возможность первому Одному из первых получить Либо такую арену Либо другие там бейблейды Много всего будет интересного Колоссальное шоу Такое просто пропускать невозможно 25 января ЦДМ, ссылочка в описании Вся информация Итак, Hasbro Hyperair Мы уже видели линейку Hasbro SwitchStrike Линейку Слинкшок Я как раз таки вот ее к концу года Дособирал И теперь у нас новиночка HyperSphere То есть получается как-то Коротоми уже вбросили все новинки А теперь пришло время Hasbro Hasbro кардинально подошли К смене имиджа И волчков, и коробок Но коробки у Hasbro, друзья Ну это просто реально круто Мне нравятся эти вот фотографии Данных наборов Я еще видел полгода назад Я в инстаграме у себя выкладывал И вот этот вот комиксный стиль Это прям круто, ребята Если кто-то может меня так же в таком стиле нарисовать Пиши, пожалуйста, мне вконтакте Пообщаемся Вот И что самое крутое в этой арене, друзья Я вам расскажу Она огромная Она огромная И в отличие от прошлой зеленой Слинкшок У нее нету не то чтобы ловушек А нету дополнительных Вот этих вот Как это? Канделябров Где Бэй может там запутаться И что-то еще Чисто круг Ну не круг, такой эллипс Который без Дополнительных там ловушек Скажем так Вот И плюс два волчка Плюс две новые запускалки Давайте будем разбираться Вот такая потрясающая коробка Я ее сто пудов в день себе поставлю на полке Она красивая Мне она очень нравится Уже хочется безумно потестить другие волчки Посмотреть на их Эту Как сказать Визуализацию Значит по коробке У нас бренд Hasbro В комплекте Две пускалки Два Бэйблейда Два Не два А одна большая Крутейшая Арена Причем кстати смотри Коробка-то маленькая Арена будет больше За счет крышки своей Они так Hasbro Классно упаковывают Свои товары Значит по наполнению У нас получается Сзади видно Сейчас камеру подниму чутка Во У нас видно Что идет чип От империала От этого Эйс Драгона Энергический слой Металлический диск Новейший драйвер И здесь у нас идет Бушен Ашура Чип Лойер Диск И драйвер Я так понял Что в этой линейке У Hasbro Нету металла Они по другому Это сделали Обошли Вот это нормально Это окей Но вот вопросы по драйверу У меня конечно будут Дальше Хайперсфер Здесь нам нарисовали 3 и 3 И здесь получается У Ашуры 4 и 2 То есть Ашура Тип защита Атака Тип у Эйс Драгона И это прикольно Кличка типа граффити На арене Это здорово И мне вот интересно И вот показана Здесь сама арена Что она просто такая Типа эллипсная Круглая без ловушек Это здорово Вот И мне очень Мне Мне Смотри как они сделали Интересно Что они отказались От стандартного Типа атака Не атака Как они раньше Помните писали Что типа выносливость Такая Так такая Здесь они это убрали Просто вот такую шкалу Ну как бы это Такое Обновление Поэтому почему бы и нет Давайте будем ее Аккуратно распаковывать Вообще А посмотрим что внутри Причем кстати коробка Она полностью закрыта Нет никаких прозрачных Выделений И собственно Волчков ты здесь Не увидишь Что ж Давайте посмотрим Что у нас лежит В коробке В этой прекрасной Безумно Хочется уже Посмотреть Я прям уже Весь в нетерпении Так Аккуратненько Давайте вытащим Посмотрим Так Оу Оу У меня слышно Микрофон прикинь упал Вообще Так Арену пока отложу И А В коробке у нас пусто Окей Ясненько Ясненько У нас все самое интересное Находится Вот здесь Интересно Они сделали Что все полностью положили в эту арену Это неожиданно Потому что Я привык Что у них все прикручено отдельно Здесь они Как-то по-другому сделали Ааа Ааа Подожди Подожди Получается Что у нас есть Так Значит Вот эта инструкция Она не меняется Еще с первого сезона С манги То есть Хасбро в своем стиле Окей Предупреждение на всяких разных языках Показано Как играть Все понятно Это нам не нужно Вот И собственно Вот она Вот такая арена У нас здесь Должен быть Да Есть Вот он Куар-код И Я не понял Как так Подожди Здесь Были же граффити прикольные А где граффити Есть какое-то предупреждение Граффити нам Не дали Странно Ладно Ничего страшного Получается Вот такая арена Она просто огромная Она кстати Нет Знаете Она чуть-чуть меньше Чем зелененькая Слингшок Вот Но здесь Совершенно другой уровень То есть есть Одна большая Такая вот Выпуклая часть И одна Поменьше Чисто Как сейчас происходит В мультике Это здорово И вот такая Прекрасная Такой знаете Типа синий минерал Крутая Сверху Такая крышка Это здорово Но Так Мы получается Как У нас должны быть Где-то ножки Спреты над этой ареной Мы сейчас их посмотрим Так И вот собственно Такой набор То есть он никак К самой коробке Не прикручен Он просто лежит рядышком Типа вот Пожалуйста Бери Открывайте Это хорошо Потому что у меня Со Слингшок Прошлой арены У меня с ней возникли Траблы Потому что я там Вырывал Прямо эти валочки Так Здесь у нас Еще одно предупреждение Видимо Это неинтересно И вот они друзья Мои новенькие Пускалочки Значит так Вот такая пускалка По размеру Она Ну такая же Как была Прошлая зеленая У нее два режима Right и Left То есть типа Дизайн сменили на рыжий Но в целом Осталось то же самое И вот это Мне больше всего нравится Покупая Наборы с ареной У вас идут Два вот таких вот Длинных Ровных То есть если вы покупаете Набор просто волчка У вас он там Как бы Такой закругленный Здесь они ровные Длинные Это здорово Плюс они белые И это круто Потому что Вот до этого Была зеленая Когда пускалка Там были черные Так хорошо И снизу здесь белые Кстати крутой рыжий стиль Классно вообще сочетается Мне нравится Так Собираем Ну вот такая пускалка Собственно Ничего нового Сменили внешний вид Покрасили в другой цвет Прикольно Я уже привык То что я думал Ну не стоит от Hasbro ждать Супер какого-то эксклюзива Но вот что умеют То умеют Но все равно Выглядит здорово Такие пускалки Почему бы и нет Вот Но по габаритам все равно Я фанат Вы знаете Вот эти стандартные Вот они у меня лежат Малышки Вот эти белые У меня рука большая Мне они удобнее По габаритам мне круче Потому что Эд все-таки Для моих пальцев Она все-таки Маленькая И не совсем для меня Удобная и понятная Белая же Респект Но крутой белый цвет С рыжим Это здорово Вот У нас штуки Для Ну для ножек Окей И самое интересное Здесь все пусто Самое интересное Что тут есть Это волчки Волчки Очень легкие Я бы даже сказал Они прям Супер легкие Давайте их Откроем Посмотрим Начнем мы с Бушин Ашуры Вот Мы знаем Что Hasbro Это про красоту Они не парят Мне лично Мозг Своими наклейками Они уже делают Крутые принты И в этом их плюс Так Итак Что у нас тут есть Значит Вот это странная вещь В оригинале У Ашуры Такая Ну как бы Вот это вот Зубки идут по всей стороне Плюс дополнительная рама У Hasbro этого нет Но Я думаю Скорее всего Появится у Ашуры Такой диск Уже в отдельном В отдельной линейке Где она лежит Одна У меня вот есть фотка В инсте По-моему там есть такая штука Не помню Дальше Так Ну вот она Сама прекрасная Бушен Ашура Без наклеек Без ничего Она смотрится здорово И насколько я Подожди Не понял Подожди У нее Так Короче Вот QR-код А его кстати Не видно вам будет Сорян ребята Я тут не мой косяк Короче У нее Подожди Не понял А как же ее Получается Разобрать А никак что ли Ааа Вот Вот об этом Кстати я Нет Она может достаться Просто Ааа Надо Надо покрутить Вот такой чип У Бушен Ашуры Вот такая Крутая Ашура И вот эта часть Здесь нету У нас Смотрите Нету металлического Дополнительного диска Здесь это просто Покрашено хромом И Я В каждом ролике Когда я говорил Про Токара Томи Я постоянно говорил Что Ааа Она никак Она просто Вы выдавили И вставили Ааа Вот То есть без защёлок Без всего Выдавили и вставили Окей Я понял вас Хасбур Хорошо Я в каждом ролике Когда говорил про Токара Томи Я рассказывал Что вот этот диск металлический Он не нужен вообще Он ни на что не влияет Не у Хасбур И вот такие Да Сделаем вот так Ну окей Окей Но Больше всего Меня интересует Здесь Это конечно же Драйвера Потому что Драйвера HyperSphere Какие-то безумные Должны быть И они реально безумные Во-первых Он здоровый И он похож На драйвер От Ари Калкома Но без металла У него получается Никакой функции нету То есть Нет режима Слинкшок И он как-то Должен работать Он никак не работает То есть просто Вот такой А драйвер Ну естественно Другой драйвер Не как Вот Акаратоми Вот Но в принципе Годный Единственное К чему у меня есть вопрос Почему он такой Такой хаки цвета То есть Типа Сама Ашура Вот такая золотая Зеленая Такая болотного цвета А это какой-то хаки Прям Ну окей Главное Чтоб это хорошо сражалось Причем она такая Довольно таки высокая Без дополнительного Лилового диска Это интересно Окей Дальше Открываем Эйс Драгона Он будет Такой же По типу И меня тоже А, смотри, как интересно. Получается Хазбро. Они убрали дополнительный пластик на этих дисках. С другой стороны, в этом, наверное, что-то есть. Если с Ace Dragon я не согласен, могли бы оставить там в этом... Вау! Стоять! В этом есть фишка, то у Ашуры... Окей, пусть убирают, потому что мне не сильно нравится, неудобно закручивать, вот так ротой мне это косяк. Здесь окей, хорошо. Но вот у Ace Dragon, конечно, я против. Надо было оставить пластик. И вот такой тоже огроменный здоровый драйвер. Ace Dragon, знаешь, какой... Я не пойму, как будто бы функция есть, но функции нету. Ну да, здесь драйвер очень похож на Докаратоми, но здесь без металла, и он такой здоровый. Окей. И вот такой верхний слой. Друзья, надо понимать то, что Хазбро это совершенно другая компания, не Докаратоми, и сравнивать их не то, что глупо, но а зачем. Это совершенно такая же игрушка, но она другая. То есть другая фирма, другие фишки, другие лайфхаки, потому что, допустим, Докаратоми поднадоело, вот можно пособирать Хазбро. Хазбро я люблю, я рад, что у них нет наклейок, я прям фанат. Второй сезон, Хазбро мой любимый. Вот. Ну что ж, давайте проверим их в действии. Именно для этого мы здесь и собрались. Ну а так, в целом, вот такие два прикольных волчка. Причем, кстати, в сборе я бы не сказал, что они сильно легче, если, допустим, третий сезон все-таки уступал, Докаратоми по весу здесь. Ну, довольно тяжелый, и драйвер у них здоровый. Что ж, а сейчас будем батлить, друзья мои. Погнали. Ну вот, я собрал арену, волчки готовы, все готово. Друзья, скажу два слова про арену. Ну, слушай, ну это совершенно другая тема в плане сборки и в плане вообще внешнего вида. Да, я немножко подрастроен, что здесь нет граффити. Смотри, как прикольно граффити нарисовано. Может, он где-то появится, или может, что-то какие-то наклейки. Да вроде не было ничего. Странно. Но по сборке собирается буквально в два приема. Допустим, вот прошлую, допустим, арену лабиринт я собирал очень долго, и без родителей вам ее не собрать. То есть здесь очень круто она собирается. И плюсом этой арены является еще то, что вот эти вот штучки, заклепки, вы легко их снимаете. То есть здесь, допустим, в прошлых аренах вам надо было там надавить и вытащить. Здесь тоже надавливаете и вытаскиваете. Здесь происходит, смотри, буквально как. Раз, просто вот так вот надавил. Так, что там произошло? Не так пошло. Опа. Раз. Опа. И все. То есть вы давите вот на эту большую, как бы, основную часть. И все, она у вас разобралась и собралась снова. И это здорово, это круто, это прям супер. Потому что у меня арена, которая вот прошлая, Слингшок, окей. А вот предыдущая, она очень тяжко разбирается. Ну что ж, вот такая арена, она крутая, она высокая, у нее здоровые ножки. Это круто, у нее нет ловушек. Ну что ж, давайте поблейдим, побаттлим, посражаемся, проверим пускалки и вообще новые волчки. Так, ну слушай, поехали. С Бяурсту. Ооо, да. Ооо, да. Где это было? Вот это, я понимаю, вот это разгон, друзья мои. Вот это круто. Давно, вот я, вот я про это говорил уже год, наверное, я говорю. Потому что красная арена Хазбро, я безумно фанат красной. Эта арена была еще желтая, у меня не досталось желтой. Вот, но вот красная, потом новая синяя, вот это было самый топ. Потому что ловушки, это все в бока там, когда они на Слингшоке. И это не то. Вот здесь супер. Просто супер. Ну что, давайте проведем еще баттл. Пускалки, кстати, нормальный, маленький, но годится. Вот, поехали. Бейблей! Эй, слушай, посмотри, какую скорость они разъевают. Серьезно. Вот этого, друзья мои, мне и не хватало. А мы сейчас, знаешь, что проверим? Где-то у меня был здесь... Давай-ка мы сейчас посражаем вот этого парня. У нас к Скалибур на режиме Слингшок. Просто проверим, как он здесь резво летает. Бейблей! Ну? Вот этого, друзья мои, мне не хватало. Так, что-то он не так резво, как я себе представлял. Подожди. А, наверное, стой, я переключил. Не то сделал, подожди. Во. Вот сейчас будет Слингшок. А? Ага! Вот. То есть нет ловушек, вылетать ему некуда. Да здесь чисто на драйв, чисто на берст. Слушай, ну вот это очень хорошо. Там еще будет одна арена, я тоже жду ее. И, ну это здорово. Это... Опа, стоять. Это супер, это здорово. Так. Что такое? Я не понял. Что-то не держишься-то. А, вот все. Что-то я там это... О! Бейблей! Все! Слушай! Да нормальные драйвера, ничего плохого в них нету. Хорошие, здоровые, мощные драйвера. Почему нет? Так, давай проверим сейчас спускалку в левую сторону. Запустим Фафнира. Но против. Давай против от Ашура. Она выиграла против Ашуры. Это другая, друзья мои. Все-таки это не так аратоми. Здесь свои фишки, свои законы. Бейблейд. Берст! То есть на этой арене Блейд может и погонять, и посражаться. И это выглядит довольно-таки неплохо. Мне арена зашла. Да, действительно, это, ну, вот, самое... Ну, я все равно фанат красный. Но это прям то, что нужно. Друзья, на сегодня все. Лайк, подписка на канал. С вами был учедущий Бейзон. Ссылочка на турнир в описании к этому ролику. Подписывай, ставь лайк. Приходи 25-го. Центролитский магазин на Лубяночке. Вся информация есть в описании в группе. На сегодня все. Лайк, подписка на канал. Всем пока-пока. До встречи. А увидимся в 25-го с тобой января в Москве. Жду тебя на турнире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok